Нестандартно о стандартах. Именно такой подход к делу принёс победу севастопольской лицеистке Карине Ищук в Уфе. Хрупкая девушка уверенно прошла все этапы турнира, возглавила команду и привела её к безоговорочной победе. На презентации Карина и её команда представили проект, обеспечивающий безопасность транспорта. В устройстве автомобиля девушка разбиралась сама, предложила новые стандарты перевозки детей и усовершенствованную систему подушек безопасности. В Севастопольском центре стандартизации девушка была отмечена благодарностью и приятным подарком. Мы взяли тему, как безопасность жизни в транспорте. То есть мы представили наш проект в плане того, что нужны специальные подушки безопасности, так как в основном везде только фронтальные, то есть спереди. А как принято, сзади ездят дети до 12 лет, ну или просто как в такси присаживаются. Также на детские перевозки обязательны четырёхточечные пояса, ремни, потому что это зависит от безопасности детей. Сейчас очень много летальных исходов. Олимпиады по стандартизации проводятся ежегодно. В свою очередь специалисты центра планируют привлекать к участию в таких научных проектах ещё больше школьников. Ведь основ стандартизации и метрологии нет ни в одной из школьных дисциплин. Мы заключали сейчас договоры с институтом, со школой заключаем договоры для того, чтобы ребёнка брать в начальной стадии, то есть это 7-8 класс, и для определения дальнейшей его профессии, то есть и практику проходить, и дальше определиться, и образование ему давать, то есть способствовать для того, чтобы ребёнок находил себя в этой жизни. Работники центра стандартизации также провели для Карины и Щук экскурсию по лабораториям, отделав средств измерений различных величин, от геометрических до технических, а также рассказали о важности метрологии и стандартизации в жизни каждого человека. Специалисты надеются, что в будущем Карина пополнит ряды сотрудников центра. Останавливаться на достигнутом девочка не будет. Впереди серьёзный турнир по стандартам в Южной Корее. Однако и волнение школьницы не скрывает, ведь в этом международном турнире за многолетнюю его историю Россия будет выступать впервые. Ксения Погосова, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.